Лекция по Бхагавад-гиде, как она есть, 3 глава, тексты с 31 по 43, прочитанная Его Божественной Милостью Ачеб Активиданда Свами Прабхупадой, 1 января 1969 года в Лос-Анджелесе. Что такое мудрость вед? Знание. Веда означает знание. Что означает совершенное знание? Совершенное знание означает, что мое изначальное положение — это служить. Возьмите любого в этом мире. Кто может сказать, что я не слуга? Есть ли мужчина или женщина в этом мире, в этой вселенной, кто не является слугой? Кто-то может из вас сказать, что вы не слуга? Есть ли кто-то из вас? Все являются слугами. Кто-то служит обществу, кто-то служит стране, кто-то служит своей жене или семье, или собакам или кошкам в конечном итоге. Но человек должен быть слугой. И когда человек приходит к знанию, что я служу, так почему бы мне не служить Всевышнему? Когда он понимает это, это и есть знание, и это совершенство знания. Никто не может избежать участия слуги. Вы становитесь или слугой Бога, или вы становитесь слугой собаки. Но вы должны быть слугой. Таким образом, разумный человек, мудрый человек, он предпочитает служить Богу, вместо того, чтобы служить Догу. Этого не избежать. Нет, никто не является господином. Никто. Все слуги. Поэтому тот, кто исполняет свои обязанности согласно моим предписаниям, с предписанием Бога, и кто следует этим учениям с верой, освобождается от пут. Как только вы становитесь слугой кого-то, помимо Бога, то вы запутываете себя. Вы попадаете в зависимость. У вас всегда есть зависимость, но когда вы служите Богу, вы не запутываетесь. Служить Господу – это не рабство, но служить собаке – это рабство. Таким образом, разумный человек – это тот, кто знает, что я слуга. Почему бы мне не служить величайшему? Как, например, люди хотят служить в правительстве. Почему у них возникает такое желание? Потому что правительство – это очень большая организация. У правительства есть множество возможностей. И, казалось бы, это не связывает человека. Точно так же, почему бы не стать слугой высшего правительства? Это совершенство знания. До тех пор, пока мы не слуги Бога, это означает, что нам не хватает знания. Но совершенное знание – это стать слугой Бога. Потому что вы не можете избежать. Вы не можете не быть слугой. Каждый должен быть слугой. С этой стороны или с той стороны. Продолжай. Предписания Верховной Божественной Личности Кришны являются сутью всей ведической мудрости. Как вечные веды, так и вечна и истина сознания Кришны. Нужно иметь твердую веру в наставление Господа, не испытывая к Нему зависти. Существует множество философов, которые пишут комментарии к Бхагавадгите, но не верят в Кришну. Они никогда не освободятся от такого кармической деятельности. Но обычный человек, имеющий твердую веру в вечное наставление Господа, даже будучи не в состоянии выполнить Его приказы, освобождается от закона кармы. Тот, кто только что встал на путь осознания Кришны, возможно, не полностью выполняет наставление Господа, но поскольку Он не противопоставляет Себя этим принципам и действует искренне, несмотря на неудачи и отчаяние, Он, несомненно, поднимется до уровня чистого сознания Кришны. Да, в начале могут быть какие-то неудачи. Это вполне естественно, как, например, ребенок пытается стоять на ногах. Пытаясь, он может упасть. Но это не означает, что он должен оставить эту идею. Ему нужно продолжать. Придет время, когда он достигнет совершенства. Поэтому мы не должны отказываться от наших обязанностей, пытаться служить Верховному Господу. Может быть, вначале это несовершенно, но если мы придерживаемся этого, и придет время, мы станем совершенными в сознании Кришны. Текст 32. Текст 32. «Но те, кто из зависти не считаются с этими наставлениями и не следуют им, лишены всякого знания, одурачены, и их попытки достичь совершенства обречены на неудачу». Да. Если кто-то скажет, «А с какой стати я должен служить Богу?» Ну, хорошо, тогда вы будете служить собаке. Поэтому такие люди одурачены. Он не знает, что он должен служить кому-то. Его конституциональное положение — это слуга. Он не может избежать этого. И поэтому, если он не желает служить Богу Кришне, тогда он вынужден служить майя, иллюзии, с надеждой, что я теперь стал господином, как, например, в вашей стране. Президент Джонсон был господином. Он был господином. На самом деле, он не был господином. Он был слугой страны. Теперь его разжаловали. Он уже больше не господин. Итак, наше господство в этом материальном мире подобно этому. На самом деле, мы слуга, но мы думаем, что мы господин. В семье. Я слуга моей жены. Я слуга моих детей. Я слуга моих слуг. Но я думаю, что я хозяин. Я хозяин семьи. Я хозяин этой страны. Я хозяин этого общества. Но никто не является хозяином. Чайтанна Чаритамрита говорит, «Хозяин — это только Кришна». Только Кришна или Бог является хозяином, и каждый является его слугой. Каждый слуга танцует по повелению Верховного Господа. Никто не является господином. Таким образом, эта ложная концепция господства называется майя, иллюзией. Никто не является господином. Поэтому тот, кто не соглашается стать слугой Бога, одурачен. Об этом говорится в этом стихе. Но тот, кто из зависти. Он по своему положению слуга, но он из зависти думает, что «Ну, с какой стати я должен становиться слугой Бога?» «Я должен стать Богом». Все так говорят. Почему он Бог? Почему? Какой смысл быть слугой Бога? Я Бог. Это зависть. Если человек отказывается служить Богу и становится завистиком, пренебрегая этими учениями и не практикуя их регулярным образом, он лишен всего знания. Потому что он слуга. Но он думает, «Я господин, я хозяин, я не буду служить никому. Это майя». Таким образом, он лишен всего знания. Продолжай. Текст 33. «Даже обладающий знанием человек поступает согласно своей природе, ибо поведение каждого человека зависит от влияния трех гунн. Что же даст подавление своей природы?» Итак, по крайней мере, он слуга своей природы. Существует три вида гунн природы. Один находится в добродетели, другой находится в страсти, третий находится в неверности. И в неверности человек находится под влиянием одурманивающих веществ. Он слуга этих одурманивающих веществ, но он думает, что, напившись, «Я стал Богом». «Я хозяин». Это называется «одурачить себя». Он одурачился. Он слуга своих одурманивающих веществ, и он думает, что «Я Бог». Развет, они ложь. Просто медитируя, он стал Богом. Если вы Бог, зачем вы медитируете? Поэтому они одурачены. Но непосредственный процесс примите сознание Кришны. «Я слуга, вечный слуга Бога. Я должен заниматься этим, служить Ему». Это совершенное знание. Текст 34. Существуют принципы регулирования привязанности и антипатии по отношению к объектам чувств. Человек не должен попадать в зависимость от таких привязанностей и антипатий, ибо они являются камнями и преткновения на пути к самоосознанию. Текст 35. «Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужое, ибо следовать по чужому пути опасно». Текст 36. Аджуна сказал, «О потомок Бришни, что же принуждает человека поступать греховно, даже помимо его воли? Вот будто его влечет какая-то сила». И здесь Кришна говорит, что разрушение или неудача в исполнении своих собственных обязанностей, лучше, чем заниматься обязанностями чужих людей, ибо следовать чужому пути опасно. Аджуна был воином, к шатрием. Его долгом было сражение ради благой цели, но на поле битвы он подумал, «С какой стати?» «Я должен убивать. Не лучше было бы мне удалиться от этого. Если я не верну своего царства назад, я буду просить милостыню». Но просить милостыню — это наша обязанность, как, например, мы — саньяси, или мы можем быть браманом. Нам позволяется просить милостыню. Конечно, мы не просим милостыню как профессиональные попрошайки, но мы представляем себя, представляемся как проситель милостыни. В ведической культуре, когда саньяси приходит просить милостыню в дом домохозяина, он получает очень почтительный прием от домохозяина. И все, что саньяси хочет, домохозяин дает ему. Но саньяси не хочет всего. Он просто воспользуется этой возможностью, пребывая в доме домохозяина, чтобы говорить о сознании Кришны. Это его настоящий долг. Он не просто попрошайка. Так или иначе, просить милостыню не предназначается для домохозяина или для военного человека. Поэтому Кришна говорит, не пытайся имитировать обязанности саньяси или брамана. Ты кшатрий. Твой долг, твоя обязанность сражаться, поэтому ты должен следовать своему предписанному долгу. Не пытайся подражать другим. Но человек может достичь совершенства, занимаясь своими обязанностями при условии того, что он делает это в сознании Кришны. И так Кришна, он просит его сражаться. И он является профессиональным воином. Таким образом, если он будет сражаться согласно указанию Кришны, тогда это совершенство, в этом суть. Продолжай. Комментарии. Живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Всевышнего, по сути своей, духовно, чисто и свободно от всяческой материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не подвластно грехам материального мира. Но, вступив в контакт с материальной природой, оно без колебания совершает многочисленные греховные поступки, иногда даже против своей воли. Вопрос Арджуны, Кришне, касающийся извращенной природы живого существа, представляет собой особый интерес. Хотя иногда живое существо и не желает грешить, оно все же вынуждено это делать. Однако греховным поступком его побуждает не сверхдуша изнутри, а нечто совсем другое, о чем Господь говорит в следующем стихе. Текст 37-й. Верховная Божественная Личность сказал, «Это лишь вожделение Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гунной страстью и переходит затем в гнев. Оно греховный всепожирающий враг этого мира». Да. «Да». 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 «Когда вы разжигаете свою страсть, то если вы не можете удовлетворить ваше желание, вы будете гневаться. Это происходит из-за того, что мы находимся в гуннах страсти. Как я вам уже сказал, существует три гунна материальной природы. Добродетель, страсть и невежество. Невежество — это самое низшее качество. Страсть — лучше, чем невежество, конечно, и добродетель это в высочайшем смысле лучшее качество в этом материальном мире. И тот, кто поднимается, даже над добродетелью может подняться на уровень сознания Кришны. Человек не должен оставаться в страсти. Он должен подняться на уровень добродетели и оттуда он должен вознестись в сознании Кришны. Это один метод. Но если вы принимаете сознание Кришны непосредственно, тогда автоматически вы возвышаетесь над уровнем невежества страсти и добродетели. Продолжаем. 38 текст. Как огонь скрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш сокрыт в очреме матери, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением вожделения разной степенью вожделения. Находящиеся в добродетели, их вожделение имеет иной характер. Находящиеся в страсти, их вожделение иметь, отличается от тех, кто находится в невежестве или в добродетели. как, например, есть заключенные в первой категории, второй категории, третьей категории. В конце концов, они все заключенные. Может быть, первого класса, второго или третьего класса, но это не важно. Точно так же в этом материальном мире кто-то может быть очень ученым, богатым, красивым, иметь все хорошие качества в гуне-добродетели. Или в страсти, или кто-то находится даже на уровне животного. Но они все заключенные в этом материальном мире. Нужно подняться над этим положением. Нужно подняться даже над так называемым благостью, добродетелем в материальном мире. Как, например, Арджуна, он пытался быть хорошим человеком, так называемым хорошим человеком в материальном мире. Он пытался избежать наставлений Кришны. Кришна хотел, чтобы он сражался на Курукшетре, но он хотел быть хорошим человеком. Сражение, когда он был убежден в наставлениях Кришны, которые он дал в Бхагавадгите, это означает, что он поднялся даже над уровнем добродетели в этом материальном мире. Итак, Кришна пытается поднять его. Весь этот материальный мир просто пропитан тремя гунами материальной природы. И нужно подняться над гунами материальной природы, как, например, человек не должен пытаться стать, становиться первоклассным заключенным в тюрьме. Даже если человек является заключенным третьей категории, третьего класса, он не должен думать, что, не должен желать, что я останусь, останусь, когда лучше в этой тюрьме и стану заключенным первого класса. Это нехорошо. Нужно выбраться из этой тюрьмы, из этих стен, тюремных стен, и выбраться из этой тюрьмы это цель человека. Продолжай. Комментарий. Существует три степени покрытия чистого живого существа и его чистого сознания или сознания губ. Этот покров всего лишь вожделение в различных проявлениях, подобный дыму над огнем, пыли на зеркале или чреву вокруг зародыша. Когда вожделение сравнивается с дыбом, то имеется в виду, что огонь живой духовной искорки слабо воспринимается. Другими словами, если живое существо лишь слабо проявляет сознание Кришны, его можно сравнить с огнем, с закрытым дымом. Хотя огонь необходимо присутствовать там, где есть дым, но на ранней стадии огонь открыто не проявляется. Эта стадия подобна началу осознания Кришны. Пыль на зеркале можно сравнить с процессом очищения зеркала ума различными духовными методами, наилучшей из которых воспевание святых имен Господа. Зародыш, заключенный в очреве матери, является аналогией, иллюстрирующей беспомощность положения, так как ребенок в очреве столь беспомощен, что не может даже двигаться. существование на этой стадии можно сравнить с существованием деревьев. Деревья тоже живые существа, поставленные в такие жизненные условия вследствие проявления вожделения настолько сильного, что они почти лишились всякого сознания. Да, эти деревья, вы должны знать, что деревья, они тоже живые существа, но они помещены в такое жалкое положение, что они стоят в этом положении тысячи лет, они могут двигаться даже. Если кто-то рубит их, они не возражают. Их поместили в такие условия. Если кто-то подходит и хочет что-то сделать с ними, какую-то вред им причинить, они не могут убежать от него. Это самое отвратительное состояние жизни, это деревья. Продолжай. Запыленное зеркало сравнивают с птицами и животными. Огонь, сокрытый дымом с человеком. Да, птицы и звери могут двигаться, они могут защищаться от вредителя, но, тем не менее, у них нет знания. Они немного лучше, в лучшем положении, чем деревья. Продолжай. Приняв человеческую форму, живое существо может в некоторой степени возродить сознание Кришны, а если оно будет развивать его дальше, то огонь духовной жизни разгорится в человеческой форме существования. С осторожностью манипулируя дымом и огнем, может заставить огонь пылать. Да. Когда огонь покрыт дымом, если вы немножко раздуваете этот огонь, то тут же возникает пылающий костер, немедленно, и дым уходит. Точно так же сознание Кришны или сознание Бога. В каждом живом существе, особенно в человеке, есть даже у аборигенов есть это сознание, у нецивилизованных людей, они также выражают почтение морям, молнии, большой горе, чему-то удивительному, они кланяются перед явлениями природы, это означает, что у них есть сознание Кришны, как, например, огонь, покрыт дымом. Если вы раздуваете этот огонь, если вы просто пытаетесь удалить дым, то огонь появится. Мы должны воспользоваться этой возможностью, у нас есть это сознание, сознание Бога, поэтому в каждом человеческом обществе должна быть религиозная проповедь. Попытайтесь понять Бога. Мы должны пользоваться возможностью этого, но вместо того, чтобы пользоваться возможностью, мы заявляем, что Бог мертв, я Бог, это Бог, тот Бог. Понимаете? Мы не раздуваем огонь, мы все больше и больше удаляемся от Бога. Этого не должно происходить. Продолжай. Поэтому человеческая форма жизни представляет для живого существа возможность вырваться из ловушки материального существования. В человеческой форме жизни возможна победа над врагом, вожделением, посредством развития сознания Кришны под умелым руководством. Текст 39. Таким образом, чистое сознание мудрого живого существа покрывается его вечным врагом, вожделением, которое никогда не удовлетворяется и пылает, как огонь. Комментарий. В Манус Мрити сказано, что вожделение невозможно удовлетворить никаким количеством чувственных наслаждений, как нельзя потушить огонь, постоянно подбрасывая в него дрова. Это очень важно. Чувство ум и разум являются прибежищем вожделения. Если кто-то охвачен вожделением, и если он хочет обнаружить, где кроется этот враг вожделения, Кришна дает непосредственное указание. Вот твой враг. Вот он где. Где? В чувствах, в уме, в разуме. Там находится вожделение. Итак, если вы хотите, если вы можете понять, вот мой враг, он находится здесь, и если вы пытаетесь выгнать этого врага, то вам нужно воспользоваться мерами предосторожности. А в чем заключаются эти меры предосторожности? Вы должны занять свои чувства деятельностью сознания Кришны. Вожделение не найдет больше места, чтобы напасть на ваши чувства и поместиться в этих чувствах. Если вы занимаете свой ум в Кришной, немедленно вожделение уходит из ума. Точно так же, если вы применяете свой разум, чтобы думать тем, как работать в сознании Кришны, таковы процессы. Движение сознания Кришны построено на этом. Применяйте ваш разум, применяйте ваш ум, применяйте ваши чувства только для Кришны, тогда вожделение уйдет, и вы свободны. как, например, этот стакан. В нем есть вода. Как вы можете влить чернила сюда? Нет места для чернил. Точно так же, если вы помещаете Кришну в ум, вожделение уйдет естественным образом. Как, например, если вы помещаете свет в эту комнату, тьма автоматически исчезает, и для нее не найдется места. Кришна — свет, солнце — свет. Как только возникает свет, солнце, тьма, ночи, автоматически рассеивается. Поэтому попытайтесь поместить Кришну в ваш ум, в ваши действия ваших чувств, в ваш разум, тогда не будет больше вожделения. Продолжай. Текст 40. 1. Поэтому, О, Арджуна, лучший избарот, сначала обуздай этот великий символ греха, вожделения, управляя своими чувствами и срази этого врага знания и постижения души. Да. Регулируя. Как вы можете регулировать чувства? Никакими искусственными методами это не удастся. Например, конечно, йога, практика йоги, она предназначена для того, чтобы управлять чувствами, но никто не может практиковать в этот век совершенствия йогу. Также человек не может контролировать свои чувства, управлять ими. Но это очень практично, как, например, наше чувство язык. мы хотим кушать очень вкусные приготовления. Если вы даете языку вкусный Кришна-прасад, вы сразу же забудете об ресторане. Такова практика сознания Кришны. Мы не просто запрещаем не делай этого, но мы даем нечто такое, что позволяет занять чувства ум и разум таким образом, чтобы вам не нужно было заниматься чем-то иным. Позитивный и негативный метод. Просто негативный метод ничего хорошего не принесет до тех пор, пока нет позитивного занятия в сознании Кришны. Итак, нет речи о негативной практике. Негативная практика уже присутствует. Если вы принимаете хорошую пищу, вкусную пищу, то, естественным образом, вам захочется оставить какую-то отвратительную невкусную пищу. Итак, если вы говорите «Не принимай эту пищу, это нехорошо», и если я не даю вам хорошую пищу, то, естественно, когда вы голодны, вы будете есть то, что у вас есть. Как, например, иногда вы видели собак, они едят испражнения, свои собственные испражнения. Я однажды разговаривал со своими учениками, и один из моих учеников сказал мне, что во время последней, Второй мировой войны, в концентрационных лагерях люди, они ели свои собственные испражнения из-за голода. Понимаете? Не было пищи, поэтому они вынуждены были есть свои собственные эксперименты. Когда нет возможности занять свои чувства хорошим делом, человек вынужден совершать всякие отвратительные поступки. Итак, сознание Кришны настолько замечательно, что тот, кто занят в этом движении, он уже не хочет заниматься какими-то отвратительными делами и вожделеть. Текст 42-й. Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а она, душа, еще выше, чем разум. Мы должны подняться на уровень души. Как правило, мы находимся на материальном уровне, грубом уровне этого тела. Это тело означает, подразумевает наличие чувств, и центр всех чувств это ум. И ум управляется разумом. И когда вы поднимаетесь даже выше разума, то вы достигаете уровня духовной души, сознания Кришны. Это ваше положение. Итак, нужно попытаться превзойти все три стадии материального уровня и затем подняться на духовную платформу. Текст 43. Итак, познав свою трансцендентную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, осильно руки Аджуна, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума, сознания Кришны, и таким образом духовной силой победить этого ненасытного врага вожделение. Комментарий. Третья глава Бхагавадгиты решительно направляет человека к сознанию Кришны через познание себя как вечного слуги Верховной Божественной Личности, не рассматривая безличную пустоту как конечную цель. В материальной жизни человек несомненно находится под влиянием похотливых склонностей и желания властвовать над ресурсами материальной природы. Стремление к господству и чувственным наслаждением является величайшим врагом обусловленной души. Ность, как правило, те, кто находятся на уровне телесных концепций представления жизни, они день и ночь тяжко трудятся. Зачем? Для того, чтобы господствовать над этой материальной природой. Это действие в материальном мире. И находящиеся на уровне ума, пытаются философствовать, строить какие-то умственные построения. Но те, кто еще более разумны, они становятся на путь йоги и сознательно пытаются управлять своими чувствами. Но как только вы поднимаетесь на духовный уровень, то естественным образом. Сами собой, все эти вещи выполняются, потому что все ваши чувства, ум и разум заняты сознанием Кришны. Продолжай. Человек может не бросать работу и предписанные обязанности внезапно, но постепенно развивая сознание Кришны, он может прийти к трансцендентному положению и освободиться из-под влияния материальных чувств и ума. Благодаря твердой направленности разума к своему истинному Я. Таков смысл данной главы. Пока человек остается в этом материальном мире, его нельзя считать достигшим зрелости, и потому философские спекуляции и искусственные попытки контролировать чувства, практикой поз так называемой йоги, никогда не смогут направить человека к духовной жизни. С помощью высшего разума он должен быть воспитан в сознании Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к третьей главе Шима от Бхагавадгиты под названием «Карма-йога» или «Выполнение предписанных обязанностей в сознании Кришны». Спасибо. Есть ли вопросы? Вопросы? Да. Пропада? В вашем комментарии к 38-му стиху вы говорили о возвращении назад в положение дерева. Каким образом оно попадает в это положение вследствие его прошлых действий? Вследствие проявления вожделения? На какой странице? На странице 106. Да. Просто прочитай. Где это? Зародыш заключенный в очреве матери является аналогией иллюстрирующей беспомощность положения, так как ребенок в очреве столь беспомощен, что не может даже двигаться. Существование на этой стадии можно сравнить с существованием деревьев. деревья тоже живые существа поставлены в такие жизненные условия вследствие проявления вожделения настолько сильного, что они почти лишились всякого сознания. Да. Итак, в чем же твой вопрос? Люди, которые занимаются, которые удовлетворяют свое вожделение вследствие... То есть, я думал, что Кришна милостив, и Он дает им тело, которое позволит им вожделеть, насколько они хотят. Я не могу понять, как человек попадает в такое тело дерева из-за того, что он занимался похотью в своей прошлой жизни. Я не понимаю, о чем ты говоришь. А в Бхагавадгиде говорится, что человек попадает в такое тело в следующей жизни в зависимости от своего сознания. И когда человек очень похотлив в этой жизни, то его ум перенесет его в такое тело. Да. Существует множество видов жизни, как, например, кто-то может быть очень похотливым, и он хочет наслаждаться сексом много раз на дню. Есть много животных, много птиц, им дается эта возможность. Например, голуби или воробьи. Есть много птиц, лебедей, утки. У них есть возможность каждый день заниматься по 20 раз половыми отношениями. Эта возможность дается им, понимаешь? точно так же кто-то хочет есть мясо, пить кровь, ему дается шанс стать тигром. Таким образом, Кришна дает шанс каждому. И тот, кто очень туп, он не может понять простых вещей. У них только чувственное наслаждение. Такие люди становятся очень тупыми, подобными деревьям. Они стоят тысячи лет. Итак, все эти разнообразные виды жизни, 8 миллионов 400 тысяч, есть множество разнообразных видов жизни. Вы можете подсчитать, существует три качества. Три помноженное на три равняется девяти. Три умножить на три получается девять, и восемь умножить на... Девять умножить на девять получается восемьдесят один. И подобным образом, если мы перемножаем, то получается очень много, восемь миллионов. Таким образом, царство Бога, Его высший суд, очень сложно понять, практически мы видим, что существует огромное разнообразие видов жизни. Почему? Потому что им дается шанс. Хорошо, ты хочешь такой жизни? Пожалуйста, бери, получай. Они перемещаются из одной жизни в другую, из одной жизни в другую. Из многих таких миллионов живых существ, Тот, кто достигает сознания Кришны по милости Кришны, Его предного духовного учителя, достигает успеха в своей жизни, он получает ключ к тому, чтобы выбраться из этого закрепощения, иначе он вынужден путешествовать, вращаясь в 8 миллионов четырехсот тысячах видов жизни. Итак, Кришна дает шанс, чего бы ты ни хотел, но он говорит в конце концов о конечной цели жизни. Отбрось поиски счастья по-своему, трансмигрируя из одного вида жизни в другой, из одного положения в другое. Просто прими прибежище у меня, и я позабочусь тебе. Это предложение Бхагавадгиты. И это сознание Кришны. Нужно прекратить эти поиски счастья, опираясь на свои собственные планы, но человек должен предаться Кришне, который позаботится, и он даст вам необходимое счастье, которого вы желаете. Это сознание Кришны. Вопрос Джайгапала. А люди, которые в этот век живут, они проявляют похоть в гуне невежества, или похоть можно проявлять во всех трех гунах? Каждый, кто находится в материальном мире, похотлив. Может быть, степень, может быть, похоть ей отличаться, она может быть разной, но это не важно. Он вожделеет. Камоэши, кроудээши, раджа, гудасамудбава, а каждый пытается господствовать над материальной природой. И это вожделение. Муравей пытается господствовать над материальной природой по-своему. по-своему. Каждый пытается. Но сам факт господства над материальной природой является признаком вожделения. Таким образом, вы можете не сомневаться в том, что каждый, находящийся в этом материальном мире, имеет это осквернение вожделения. Может быть, в разной степени. Но тот, кто пришел в сознание Кришны, у него нет больше вожделения, потому что он хочет удовлетворить Кришну. Он не хочет удовлетворять свои собственные чувства. Это сознание Кришны. Его цель в жизни направлена на то, как удовлетворить Кришну, и ничего более. И вожделение означает то, как удовлетворить свои чувства, собственные. В этом разница. путь удовлетворения одинаков. В нашей обусловленной жизни мы пытаемся удовлетворять свои собственные чувства. Но в нашей жизни в сознании Кришны мы удовлетворяем Кришну. В этом разница. Итак, моя деятельность не останавливается. Но цель жизни меняется. и это освобождение. Мы не говорим, чтобы вы убивали свои желания. Нет. Вы должны очистить ваши желания и желать удовлетворить Кришну и только и всего. Теперь вы желаете удовлетворять свои чувства. Но это необходимо очистить. Вы должны научиться желать. Вы должны желать удовлетворить Кришну. Тогда это совершенство. с какой-то точки зрения это очень просто и легко. Потому что я знаю, как удовлетворять свои чувства. Я делаю это уже много жизней. Те же усилия необходимо приложить для того, чтобы удовлетворить Кришну. только и всего. Мне не нужно учиться этому методу. Я знаю уже, как это делать. Просто нужно переложить точку опоры. Итак, сознание Кришны очень простое и легкое. Вы точно же поднимаетесь на духовный уровень или трансценентный уровень. И это объясняется в Чайтане Чайтамрите. Вожделение и любовь. В чем разница между вожделением и любовью? В материальном мире нет любви, потому что каждый движим вожделением, так называемая любовь. Юноша пытается любить девушку или девушка пытается любить юношу, но базис этого, этих отношений вожделения нет любви. Это просто шоу любви. Поэтому удовлетворив вожделение, свое вожделение наступает развод. Они разводятся друг с другом. В материальном мире нет и речи о любви. нет любви. Это лишь вожделение. Любовь возможна только когда вы любите Бога. В этих взаимоотношениях нет вожделения. Нет и речи о чувственном наслаждении, когда вы любите Бога. Вы просто из любви говорите, Кришна мой возлюбленный, Кришна мой господин, Кришна мой друг. Как например Арджуна. Арджуна любил Кришну как друга. он настолько любил его, что вначале он колебался в сражении. Как я буду убивать своих родственников? Но когда он понял, что Кришна мой друг желает этого, он перестал сомневаться. нет вожделения. Это была просто любовь к Кришне. Итак, вожделение и любовь означает одно и то же. Просто необходимо поменять фокус. Похотливые люди, они тяжко трудятся ради чувственного наслаждения и любящий Кришны, он трудится ради удовлетворения Кришны. Деятельность, сама деятельность внешне может казаться той же самой. как, например, эти юноши в сознании Кришны. Люди могут сказать, чем они занимаются, что они делают. Они тоже кушают, они тоже готовят и предлагают Кришне. Они говорят, и это сознание Кришны. А в чем разница между их пищей и пищей в ресторане? Таким же образом, они думают, они тоже печатают на машинке, они тоже используют магнитофон и диктофон. Это все материальные вещи, но они не понимают, что все это используется для Кришны. Поэтому в этом есть огромная разница. Здесь нет вожделения. Вы можете использовать все, если это сознание Кришны, не ради удовлетворения своего вожделения. Тогда ваша жизнь возвышена. Мы не отвергаем ничего, но мы принимаем все. Разница только в том, что мы не принимаем ничего ради собственного чувственного наслаждения. Мы не пользуемся этим магнитофоном ради чувственного наслаждения, ради того, чтобы петь и танцевать. Мы пользуемся магнитофоном, чтобы записывать славу Кришны, чтобы говорить, зачитывать на него темы о Кришне. в этом разница, единственная разница. Мы связываем все в сознании Гришны и в этом совершенство. И когда мы все связываем с нашим вожделением или чувственным наслаждением, с внешней точки зрения, это может казаться очень хорошей вещью, но это просто абсурд. Это лишь вожделение. Таким образом, кто-то использует религию для удовлетворения своих чувств. Кто-то использует Бхагавадгиту для удовлетворения своих чувств. Мы не хотим об этом сейчас подробно говорить, но на самом деле люди не обучены тому, как использовать вещи в сознании Кришны. И в этом движении сейчас мы пытаемся этому научить сознанию Кришны, как делать все совершенствием, связывая все в сознании Кришны. Есть ли какие-то другие вопросы? В живых существах, таких как деревья, которые очень ограничены в своем сознании и способности двигаться также, говорится в комментариях, что они очень похотливы, похоже, что это показывает на то, что они когда-то перед тем, как они приняли человеческую форму жизни, они затем очень упали. Но означает ли это, что также среди этих форм много душ, которые находятся также в процессе эволюции и поднимаются вверх таким же образом? Да, как, например, вы идете по лестнице, вы поднимаетесь на второй этаж или третий этаж, но так или иначе вы снова падаете. Поэтому вы снова должны подниматься подниматься поднимем ступеньком. Понимаете? Это не означает, поскольку вы перешибнули через все эти ступеньки и на третьем этаже теперь вы упали. Вы снова должны подниматься. То есть существует регулярный эволюционный процесс, начиная с деревьев до червей, до рептилий, от пресмыкающих птицам, от птиц к зверям и от зверей к человеческой форме жизни. Это ступеньки, эволюционного процесса, но даже если вы человек, если вы падаете, спускаетесь на уровень деревьев, тогда вы снова вынуждены подниматься ступенькой за ступенькой. Вы должны подняться через форму червей и рептилий, затем через птиц и зверей, поэтому мы не должны упускать этого шанса использовать этот разум. Если мы упускаем этот шанс, тогда я не знаю, куда я снова упаду в следующей жизни. Проблема в том, что во всем мире не существует такого факультета, где бы учили этому знанию. Ни в одном университете нет такого факультета, где учат тому, как живые существа действуют, как они трансмигрируют, как они падают. нет. Это очень рискованная цивилизация. Так, люди должны попытаться понять философию сознания Кришны очень серьезной, если они вообще хотят принести себе благо, конечно. Бхактиджана, какова следующая эволюционная ступень для тех цветов, которые мы предлагаем Кришне? от деревьев черви. Видели иногда на цветке бабочки? Цветки производят червячков, и они превращаются в бабочку. Вы видели это? Затем постепенно они снова станут птицами. Из бабочек они превратятся в птиц, и из птиц они станут зверем, четырехногими животными, и затем из четырехногих животных они превращаются в животных с двумя руками, как, например, горилла, обезьяна. Затем они попадают в человеческую форму. Если вы упускаете эту возможность снова, то вы становитесь снова, станьте бабочкой. кто вам помешает? Вы станете бабочкой. Природа вас не простит. Как только вы захотите стать бабочкой, да, пожалуйста. просто. Они этого не понимают. Они думают, о, какое-то красивое творение, о, мы тоже хотим так наслаждаться. очень рискованной цивилизацией. Об этом говорится в Пуранах. Эти книги предназначены для человечества, но они не читают их. Они читают всевозможные романы, всевозможные книги о сексе, о фрейдизме, об этом, о том. Они таким образом просто в пустую тратят время. Как-то Говинда Даси показывала мне книгу с фотографией Гавайи с Гавайи. Девушки и юноши наслаждаются, что это называется, на серфинге, катаются на серфинге. Они тратят деньги, но им не дают наставления по поводу того, как они тратят в пустую свое время в этой человеческой форме жизни, просто прыгая на воде. Они думают, я наслаждаюсь бабочкой. они не знают ценностей этой жизни. И система цивилизации, кто их побуждает на это? Она не дает им никакой хорошей и правильной информации. Что за цивилизация это такая? они их насильно стягивают в темнейшие уголки ада, и они не знают. Хотя адские условия жизни перед носом, есть столько видов форм жизни, они не задают вопросом, не задают вопросом, откуда эти жизни появляются. это сознание Кришны применять энергию для Кришны.